В первом полугодии текущего года от потребителей финансовых услуг Тверской области в Банк России поступило 981 жалоба. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные озвучили в региональном отделении Центробанка. Наибольшее число жалоб связано с деятельностью кредитных организаций. Впрочем, существуют и другие поводы для обращения к регулятору. По направлению потребительского кредитования, рассказывают в Тверском отделении Банка России, на сегодняшний день поступило 233 жалобы. В том числе 35 относятся к вопросам реструктуризации кредита в связи с пандемией. Еще 13 связаны с отказами в предоставлении кредитных каникул. Вместе с тем, как отмечают в регуляторе, в июне текущего года число таких обращений значительно снизилось. Также Банком России было зафиксировано 78 жалоб на мисселинг. Это недобросовестная практика, когда сотрудники финансовой организации вводят клиентов в заблуждение и оказывают не ту услугу, за которой он обращался. Например, вы пошли на базар за мясом, а вам предлагают рыбу, к тому же дорогую, к тому же не первой свежести. Вам могут предложить место вклада, оформить полис инвестиционного страхования жизни, не предупреждая об особенностях продукта, рисках, связанных с его использованием и последствиях. Вместе с тем, эксперты Тверского отделения Центробанка напоминают, что граждане, чьи права в качестве потребителей финансовых услуг были нарушены, могут обращаться в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте или по телефону горячей линии. Также Банк России выпустил мобильное приложение ЦБ Онлайн, с помощью которого вы можете задать вопросы о финансовых продуктах, услугах и оперативно получить ответы, а также проверить информацию о финансовой организации и найти на карте ее ближайшие офисы. Если в распоряжении Центробанка не окажется информации о деятельности финансовой организации, стоит трижды подумать, прежде чем заключать с ней какие-либо договоры и уж тем более доверять ей свои сбережения.